Здравствуйте, друзья! Скоро начинается ретрит по медитации и ретрит по практике Будды Медицины. И я хотела бы рассказать вам о том, как подготовиться к этим ретритам, и что конкретно вас ждет во время ретритов. Итак, для того, чтобы подготовиться к ретритам, на самом деле я сейчас записываю это видео из ретрита. Я делаю свой ретрит или прохожу свой ретрит уже какой день? Четвертый? Пятый? Пятый? Пятый сегодня день. И мне хочется записать для вас видео из ретрита, потому что, мне кажется, немножко другая энергетика. Не знаю, мне так кажется. Как подготовиться? Очень хорошо это понимаешь, когда ты уже в ретрите. Хорошо понимаешь, что ты не сделала и что нужно было бы сделать. И если ты плохо подготовился, то поздно уже. Поэтому сейчас, пока еще ваш ретрит не начался, приготовьте все, что вам для этого нужно. И давайте я расскажу о том, что максимально можно сделать и что минимально можно сделать. Самый лучший вариант, самый лучший, если у вас есть возможность, особенно для тех, кто не поехал на наш оффлайн-ретрит. И вы сэкономили кучу денег, и теперь можете позволить себе, может быть, снять помещение, в котором вы будете проходить ретрит где-то, может быть, за городом. Самое лучшее место, может быть, у вас есть дача, куда можно уехать на эти пять дней и там провести их в уединении, если там нет никаких других людей в вашем доме или в вашей части дома хотя бы. Идеальный вариант – это когда у вас есть маленький домик или большой домик, но там больше никого нет, только вы. И это может быть деревня где угодно, далеко, близко от людей, неважно. Важно, чтобы рядом с вами не было людей. Желательно. Чтобы не было шумных компаний, вечеринок, кричащих детей. То есть каких-то таких вещей, которые будут отвлекать вас от ретрита, от медитации, например, во время медитации. Ну, на самом деле шум решается берушами, затычками в уши, которые вы можете использовать. Ну, в любом случае, это лишнее неудобство. Идеальный вариант – когда у вас есть дом далеко от любых скоплений людей. Идеальный он в том смысле, что вы могли бы гулять вокруг. Хотя бы если это какой-то небольшой участок вокруг дома, это уже хорошо. Лучше, если есть большое пространство, где вы можете долго гулять, ну, скажем, час. Это очень нужная вещь – прогулки во время ретрита. Потому что нам нужна не просто физическая нагрузка, нам нужен контакт с природой. И выйти туда, где есть деревья, может быть, речка течет, может быть, какой-то пруд или озеро, какой-то водоем. Может быть, там утки плавают, деревья растут, травка зеленеет. И это все дает очень хороший заряд нам внутреннего состояния для ретрита, подходящего для ретрита. Если нет такой возможности, подойдет просто квартира, где нет других людей. То есть даже если это многоэтажный дом, даже если это в городе, не очень хорошо. Но даже если вы можете это делать в квартире, где просто никто больше не живет на эти пять дней, это будет хорошо. Ну, вам придется выходить гулять по городу, вокруг. Может быть, вы выберете время для прогулок, когда мало людей на улице, ранним утром, например, или поздним вечером, или совсем ранним утром. Это решает проблему прогулок. Далее. Хорошо, чтобы это было уединенное место. Если нет такой возможности, если нет возможности снять отдельную квартиру, и даже там маленькую однокомнатную или студию, и вы живете в доме с семьей, можно ли проходить ретрит? Можно, если вы с ними договоритесь, что они не будут вас тревожить. Скажем, хорошо, если у вас есть отдельная комната хотя бы, в которой вы можете медитировать, и чтобы туда никто не заходил. Может быть, у вас нет такой возможности. Можно тогда проходить ретрит в той комнате, где живут другие люди также. Скажем, я не знаю, вы живете с мужем в одной спальне, у вас нет другой комнаты, и тогда просто отгородите себе уголочек, какой-то угол, где вы будете медитировать. Поставьте туда алтарь, поставьте туда цветы или какие-то прекрасные для вас близкие вещи, и сделайте себе уединенное пространство. Это как минимум. Еще иногда люди спрашивают, а если я путешествую, и если я не могу жить в одном месте пять дней, мне нужно переехать? Можно так тоже? Будет это хорошо? Нет, это будет плохо. Но в принципе, можем. Может быть, в этом случае вы можете пройти сейчас с нами ретрит, и потом сделать самостоятельно, когда у вас будет какой-то опыт от сегодняшнего, вот этого нашего ретрита, и у вас будет свободное время. Идеально, чтобы у вас было целых свободных пять-шесть дней, чтобы вы могли полностью их провести в ретрите. Это что касается пространства. Далее. Что еще нужно подготовить? Если вы живете пять дней безвылазно, никто к вам не придет, то вам нужно закупить продукты на эти пять дней. Так, чтобы вы могли себе готовить какую-то простую еду, чтобы вы не пекли торты и не делали что-то супер-мега-редкое блюдо какое-то. Но простую легкую пищу себе нужно обеспечить, в которой достаточно белка, достаточно всего необходимого для вас, чтобы стул был регулярный, потому что это может быть проблемой в ретрите. Поэтому можно запастись каким-нибудь черносливом или абрикосами, или чем-то таким, что будет поддерживать кишечник, работу кишечника. Это надо учесть. То, что вы привыкли есть. Если вы ели мясо с картошкой, и вы убрали мясо, у вас останется одна картошка. Так не надо. Тогда возьмите бобовые, фасоль, чечевицу, возьмите творог, молочные продукты, чтобы у вас было полноценное питание. Что хорошо есть, это заземляющую пищу. Часто в ретрите нас уносит слишком вверх. На самом деле, люди по-разному проходят ретриты. Какие-то люди, которые плохо заземлены и так, они легко улетают вверх. И тогда им нужна заземляющая пища. Что нас уносит вверх, это легкая сырая еда. Сырые овощи, салаты, зелень, фрукты. Это уносит нас слишком вверх. И в своем ретрите, если вы еще не делали ретриты, это будет ваш первый. Поздравляю, это классно. Вы постихонечку начнете осознавать, какая ваша проблема в ретрите. Вы слишком улетаете вверх, или наоборот, вам слишком трудно подняться. Вы хорошо заземлены, и вам трудно поднимать энергию вверх. Для тех людей, кто легко улетает вверх, энергия поднимается и не заземляется хорошо. Для этих людей желательно минимизировать сырую холодную пищу. Сладкую пищу, то есть сладкую в смысле сахар. Сахар, если вы будете есть бананы или абрикосы, персики, арбузы, пожалуйста. Но если вы будете есть много конфет, например, или шоколадок, это будет не очень хорошо. Сахар мешает медитации. Много сахара мешает медитации. Уносит нас слишком высоко, и нашу энергию вверх. Для тех людей, которым, наоборот, очень хорошо заземлены, и трудно энергию поднимать вверх. О чем я говорю вообще? Что за энергия? Ну, в нашем теле есть энергия, говорят. Прана или ЦИ энергия, или ЧИ. Энергетические каналы. И чакры. Слышали, наверное, такое слово. И, извините, пожалуйста, может быть, вы все очень хорошо знаете. Но я вам просто расскажу для того, чтобы вы возобновили это в памяти, обновили, скажем так. И чтобы мы поняли, понимали друг друга, о чем мы говорим на одном уровне. И вот по этим самым чакрам и каналам энергия поднимается вверх к голове коронной чакры нашей, к лобной чакре, аджни. Или уходит вниз, в нижнюю чакры. И когда наша энергия поднимается вверх, то мы очень хорошо думаем, мы творим, у нас творчество, медитация хорошо идет. Если эта энергия потом умеет опускаться вниз. В ретрите, во время медитаций, иногда бывает так, что энергия поднимается-то поднимается, а опускаться не опускается. И тогда это становится проблемой в ретрите, препятствием. И для того, чтобы этого препятствия не было, если это ваша ситуация, то нужна пища, которая заземляет, и определенные другие вещи, которыми вы можете эту энергию опустить. Для людей, у которых энергия хорошо внизу расположена и трудно поднимается вверх. То есть медитировать сложно, с визуализацией не очень хорошо. И чувствовать получается хорошо физические ощущения, а вот видеть с закрытыми глазами, представлять объекты, которые мы представляем, сложно. Концентрировать ум бывает сложно. Тогда вам нужно наоборот, для концентрации внимания, вам нужно наоборот пищу, которая поднимает энергию вверх. Которая что? Сырые овощи, фрукты, сладкие фрукты, легкая пища. Наоборот, уменьшить молочные продукты, бобовые. В основном это должна быть легкая пища, которая дает телу легкость. Любые арбузы, яблоки, абрикосы, персики, салатики. Минимум готовой, горячей, тяжелой пищи, которая нужна, если у вас обратная проблема. Например, вы сразу это поймете в вашем ретрите, потому что у вас вы начнете чувствовать. И к следующим ретритам вы уже будете знать, какова основная ваша... Где ваши сильные стороны, где слабые стороны, и как их сбалансировать. Итак, нужно закупить еду, нужно место, где проходить ретрит, нужна еда на пять дней. Ну, обычно мы съедаем сначала то, что не может храниться, съедаем позже, на последний день оставляем то, что может храниться. Если ваша проблема связана с тем, что энергия слишком поднимается, то масла обязательно должны быть. Ги, топленое масло, даже оливковое подойдет, кунжутное масло сырое, не жареный кунжут, а сырой кунжут. Это вещи, которые их хорошо заземляют. Что еще? Чистая вода, достаточное количество воды. Хорошо, если у вас есть возможность принимать горячий душ во время ретрита. Если там, где вы живете, там, где вы будете проходить ретрит, сейчас лето, и у вас не очень сильно жарко, то горячий душ — очень хорошая вещь, теплый душ, особенно такой, ну, чуть выше температуры, к которой вы привыкли, для того, чтобы заземляться. Иногда можно сказать, контрастный даже душ, для заземления. Хорошо спать — очень важно. В ретрите важно хорошо спать. Поэтому ваше место, где вы спите, должно быть удобным. И если у вас нету штор, например, таких хорошо затемняющих, то возьмите маску, которая закрывает глаза, чтобы вы могли высыпаться. Сейчас длинный день, короткая ночь, и, может быть, в начале ретрита вам будет трудно рано засыпать, или вам не будет хватать. И тогда, может быть, вы поспите днем. Что еще? Нужно распечатать материалы, которые потребуются в ретрите. Позаботьтесь об этом заранее. Ретрит — это такое время, когда вы минимизируете контакты с гаджетами. Компьютером, телефоном, планшетом, любыми электронными устройствами. В это время желательно все это убрать совсем. Поскольку мы с вами будем общаться в ретрите, то вы не сможете убрать совсем свой компьютер или телефон. Но пообещайте себе, что вы будете его доставать только тогда, когда будет занятие. Все остальное время не надо прикасаться к телефону или компьютеру. Потому что тогда не будет ретрита. Тогда ваш ум не сможет успокоиться. Он будет дергаться, включаться в эту электронную... Все-таки там есть какое-то излучение, и все-таки есть ваше внимание, которое переключается на то, что в телефоне. Кто-то пишет какие-то сообщения, электронная почта, ватсап, и мы начинаем автоматически это читать. Ничего нельзя читать. Если вы хотите сделать ретрит, чтобы он был хорошим, ничего не читайте. Никаких сообщений, никакой электронной почты. Вас нету. Я в ватсапе пишу. Я в ретрите до такого-то числа. Просто в статусе ватсапа. Чтобы те, кто читает статус... Я не знаю, есть ли такие люди. Но кто-то когда-то мне сказал, что ты в ретрите. Мы видели. Не читайте ничего, что вам пишут. Если есть люди, которым вы можете экстренно понадобиться, может что-то случиться. Например, вы оставили маленького ребенка с подружкой, и вы беспокоитесь. Тогда придумайте вариант, как ваша подружка может связаться с вами, минуя ваш телефон. Ну, например, через соседа. Она может позвонить соседу, и сосед тогда зайдет к вам и скажет, что что-то случилось. Обычно ничего не случается, но всегда нужно позаботиться об этом. В крайнем случае, если вы действительно уехали в деревню, и там никого вокруг нет, никаких соседей, можно договориться с подружкой, что вы будете, например, каждый день в одно и то же время включать телефон и смотреть, есть ли от нее сообщение. И если от нее есть какое-то экстренное сообщение, то тогда вы среагируете и перезвоните. Если от нее нет сообщения, это все хорошо. Не надо беспокоиться. Телефон хорошо поставить в авиарежим и больше не трогать. Что еще? Желательно во время ретрита не пользоваться никакими вообще механизмами электрическими, ну, скажем, стиральной машинкой или миксером, блендером, какими-то вещами, которые создают шум. Резкий, сильный, громкий шум и которые машины. Потому что это, казалось бы, незаметная в обычной жизни вещь, она создает большие проблемы в ретрите. Она прям беспокоит вашу в ретрите. Поэтому выстирите все, что вам нужно до ретрита, и потом вы выстирите все, что вам нужно будет после ретрита. И если вам хочется использовать блендер, ну, можно пользоваться ручным блендером, например. Или просто перемолоть все, что вам нужно перемолоть до ретрита. И дальше просто досыпать порошок в свою еду. Салатики хорошо жевать. Не обязательно их блендером измельчать. Вот. То есть не пользоваться какими-то механическими приборами. Что еще? Если есть люди вокруг, например, вы в идеальном варианте, вы в домике, вокруг далеко не души, вы будете ходить гулять. И если вы встретите кого-то, ваша задача — не контактировать, чтобы энергия другого человека не влияла на вас. То есть что мы делаем обычно? Мы стараемся делать вид, что человека не существует. Что вы в одиночестве гуляете. Не встречаться глазами и не разговаривать. Это важно, когда вы живете в квартире, например, и вы идете гулять на улицу, и там есть много людей. И в этом случае, как будто у вас, я не знаю, черные очки наденьте, шляпу на глаза. В общем, не встречайтесь глазами, не смотрите в глаза другим. людям и не разговаривайте. На самом деле нам кажется, что люди обидятся, соседи. Вы можете близких людей предупредить, что я буду заниматься такой практикой. Ну, в общем, не буду разговаривать пять дней. Люди поймут. Ну, или подумают, что странно, но ты мне потом расскажешь, что это было. Потом расскажете. Если вы встречаете незнакомых людей, то просто отводите глаза и не взаимодействуйте. Если человек говорит вам привет, вы можете сказать вот так, вот так, вот так, вот так, и все. Если вы живете в семье, то здесь все зависит от вас и от вашей семьи. Если это взрослые люди, с которыми вы можете договориться, то у вас есть отдельная комната, и вы можете из этой комнаты выходить тогда, когда никого нет, или когда люди, ну, на кухню, например, выходить, когда людей на кухне нет. Договориться о расписании. Скажем, вы выходите, встаете в шесть утра, выходите на кухню, готовите себе что-то. В это время все спят, например, да, обычно. И потом, когда кто-то уходит на работу, вы выходите опять. То есть, постарайтесь создать себе такое расписание, в котором вы минимизируете контакты. Если есть возможность, старайтесь заранее договориться, что вы не будете общаться, не будете разговаривать. Если что-то срочное и необходимое, то в крайнем случае вы пишете записки друг другу. И это не то, чтобы мы переписываемся. Ой, привет, как дела? Вы пишете на бумажке, вам отвечают, ой, хорошо, у тебя как твой ретрит? И вы переписываетесь. Нет. Это когда вам что-то нужно, там, не знаю, где лежит соль, вы пишете человеку, оставляете эту записку и уходите. И потом вам он пишет ответ, и вы подходите, просто берете, читаете. Не контактировать, это значит не общаться никакими другими способами. На пальцах, не при помощи переписки. Просто минимальные необходимые вещи. В ретрите мы убираем контакты с электронными устройствами, особенно устройствами, связанными с общением, с живыми людьми, которые могут повлиять на наше эмоциональное состояние. И мы убираем все возможные раздражители. То есть, ну, не надо смотреть кино, но, соответственно, да, вы не будете пользоваться компьютером и не надо пользоваться телевизором. То есть, какими-то другими вещами. Можно ли читать книги, спрашивают люди. Книги читать можно, но те, которые желательно, те, которые связаны с ретритом, с дармой. Художественную литературу или какие-то другие, на другие темы литературы читать не нужно. Потому что, когда ваш ум успокаивается в ретрите, любая, как будто, знаете, как озеро успокоилось, нет ветра. И вода в озере стоит, ровная гладь. И если вы туда даже капните каплю, бросите камушек, это уже приведет в беспокойство гладь озера. И озеро нашего ума, оно, мы стараемся в ретрите сделать его очень ровным, очень гладким, спокойным. И не бросать туда никакие камушки. Это все отвлекает. Что можно сделать такого плохого? Ну, например, посмотреть какое-нибудь такое эмоциональное, скажем так, кино перед ретритом прямо накануне. И тогда весь ретрит вы будете думать об этом фильме. Что на самом деле было со мной перед этим ретритом я посмотрела фильм. И это было плохой идеей. Вот. В ретрит надо входить плавно. Мы с вами будем встречаться один раз в день во время ретрита. И вход сам в ретрит, первый день подготовки к ретриту, сделайте, постарайтесь убрать все какие-то важные супер дела, отложите их или сделайте их до ретрита, или после ретрита. В последний момент перед ретритом бежать, 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 бежать и впрыгнуть в ретрит это худшая идея. Ретрит нужно плавно войти. То есть все дела вы заканчиваете накануне за два дня до ретрита, и последний день перед ретритом уже спокойный, вы доделываете, может быть, что нужно, там, не знаю, с продуктами купить можно в этот день. То есть какие-то плавные дела, которые не тревожат вас сильно. Нет спешки. Важно, чтобы ум постепенно успокаивался. Распечатанные материалы нужны для того, чтобы вы не открывали компьютер. Все это желательно иметь на бумаге для того, чтобы вы могли читать в ретрите те материалы, которые нам нужны, и не открывать компьютер. Что нужно? Нужно расписание. Расписание ретрита, которого вы будете придерживаться во время ретрита. Почему? Ну, кроме того, кроме того, что вообще нужно расписание, это полезно, когда вы, например, взаимодействуете с другими людьми, и вы тогда решаете, когда вы на кухню выходите, когда они выходят на кухню. И это лучше заранее расписать и повесить это расписание на стенку, чтобы видели другие люди и не тревожили вас, особенно во время вашей медитации. И, кроме того, расписание — полезная вещь для того, чтобы каждый момент ретрита вы не думали о том, что теперь я буду делать. У нас есть расписание, и мы четко придерживаемся этого расписания. И тогда не нужно думать. В ретрите задача сконцентрироваться на практике и исключить, максимально исключить, минимизировать возможности выбирать, что мне сейчас поделать, поесть или погулять, или поспать, или, может, помедитировать. И вы начинаете думать об этом. Или там, что я сегодня буду есть на обед? Это вы в медитации. И вы начинаете размышлять, что мне хочется на обед сегодня, вместо того, чтобы медитировать. Вот. Поэтому обед вам все равно придется с ним как-то решать. А вот с расписанием вы можете это решить заранее. И каждый момент времени вы смотрите на часы, вы смотрите на ваше расписание и знаете, что сейчас вы должны делать. И, кроме того, важно в расписании учесть ваш сон и вовремя ложиться спать. И вовремя вставать. Если вам не хватает, в вашем расписании, по-моему, восемь с половиной часов сна. Если вам не хватает, вы можете поспать днем. Почему так много? Не все люди спят в восемь с половиной, кто-то спит меньше. При третии обычно большинству людей первые два дня уходят на то, чтобы отоспаться. Просто выспаться и восстановиться. И тогда вы способны что-то делать. Потому что в обычной нашей жизни часто мы так бежим, мы в такой находимся динамике, что мы не осознаем, что мы устали. И мы просто бежим себе и бежим. И для того, чтобы войти в ретрит, успокоить ум, первый шаг мы вдруг осознаем, насколько я устала, насколько я хочу спать. и первый один день или два дня мы просто отсыпаемся. И тогда только мы способны на самом деле медитировать и делать ретрит, проходить ретрит. Потому что эта усталость не даст возможности медитировать. Самое главное в ретрите, самое главное в ретрите, это не заставлять себя делать то, что don't push yourself, не давить на себя, чтобы вы не делали то, что вы прям вот очень сильно не хотите делать. Придерживаться расписания важно для того, чтобы просто освободить свою. Но если вы очень устали, вы осознали, что вы устали только тогда, когда вошли в ретрит, и вы понимаете, что вам нужно отоспаться просто, не заставляйте себя медитировать, не поднимайте себя, не сажайте на подушку, не заставляйте себя делать йогу, просто отоспитесь. И если вы позволите себе выспаться и восстановиться, то дальше ваш ретрит пойдет хорошо. Но когда вы восстановились, когда вы уже этоспались, после этого вводите себя в ретрит. Тогда сажайте себя на подушку для медитации в 6 утра и медитируйте. Если вы не привыкли в 6 утра садиться медитировать, ничего страшного, отличный способ для того, чтобы ввести это в практику. Если вы начинаете день в полшестого, в шесть, то к середине дня, не знаю, к 12 часам вы сделали абсолютно все, вы уже успели и помедитировать, и сделать йогу, и поработать, и вообще до 12 уже весь рабочий день у вас закончен, вы все сделали. И дальше у вас дополнительное время, вы можете его использовать для чего угодно. Это я говорю не про ретрит, а про обычную жизнь. То есть, если вы введете это в практику. Утром обычно большинство людей утром эффективнее. Это я вам говорю, сова, которая считала, что я всегда сова, я всегда эффективнее вечера. И это неправда. И это все меняется. Вы можете посмотреть, как это работает для вас, но лучше всего медитации получаются обычно тогда, когда все вокруг спят, когда еще ум только просыпается. И вы встаете с утра, как обычно проходит день, вы встаете с утра рано, пока все вокруг спят. может быть, солнце еще не встало, может быть, солнце только встает. Вы пьете водичку, делаете себе чаек или обычную горячую воду или прохладную воду. Съедаете чуть-чуть фруктов, может быть. То, что вам нужно для того, чтобы спокойно можно было медитировать. Я, например, не могу медитировать, если я не съем хотя бы абрикосину или финик зимой, потому что я начинаю думать о еде во время медитации. Если я съем несколько фруктов, то до йоги они уже закончатся, выйдут из желудка и не будут мешать. А медитации, они точно помогут, потому что тогда организм съел сахар, у него все хорошо, и он не хочет есть и не думает про то, чем он будет сегодня питаться. Чай, вода, фрукт, один-два, немного и медитация. После этого вы садитесь медитировать. Вы делаете медитацию обычную полчаса или час, в зависимости от того, что вы можете, или два часа, в зависимости от того, на что вы, как вы делаете это обычно и привыкли к какому графику. Потом йога хорошо, потом завтрак и следующая медитация после отдыха, после завтрака. Можно делать йогу наоборот. Сначала после медитации позавтракать чуть-чуть, не очень много, сделать перерыв, отдохнуть после завтрака и когда пройдет время, может потом погулять, помедитировать и потом перед обедом сделать йогу для того, чтобы желудок освободился от пищи перед йогой. После обеда хорошо отдохнуть, можно поспать, можно полежать, можно погулять, как вам больше нравится. и после этого отдыха еще раз помедитировать полчаса, час, полтора часа, как вам больше нравится. Не надо очень много, очень долгие делать сессии медитации, потому что это нагружает ум. И если вы действительно глубоко, хорошо концентрируетесь, то вам не нужно долго это делать, то тогда интенсивность медитации будет качественной, хорошей, высокой, если вы, ну, когда вы сидите два часа или полтора в медитации, редко бывает, что у вас хорошее качество медитации. Чаще это либо длинные садны, и вы в это время уже думаете обо всем, о чем только можно. Ну, качество медитации снижается, поэтому я призываю вас не делать длинные сессии, делать их лучше покороче, но покачественнее. Это будет точно полезнее. Вечером перед сном обычно нашум уже устал, и ему уже не очень легко концентрироваться, и в это время мы делаем медитацию благодарности, мы поговорим об этом, что это такое, или кофе-медитацию, медитацию радости, это другое, когда мы вспоминаем хорошие поступки сегодняшнего дня или не сегодняшнего, и с этим мы идем спать, засыпаем, лучше пораньше, чтобы завтра пораньше встать и использовать следующее утро для эффективной медитации. Большинство людей лучше медитируют утром, это обычно первая или вторая медитация, иногда третья, то есть после обеда уже. Некоторые люди лучше медитируют вечером, вы просто определитесь, как это у вас, вы почувствуете. Это расписание. Что еще? Ну, наверное, это все, что пока нужно подготовить. Цель моя сейчас дать вам инструменты для подготовки к ретриту и спокойствия, понимания, как проходить ретрит и как все это будет. Мы с вами будем встречаться один раз в день. Во время ретрита мы не разговариваем с другими людьми, не слушаем музыку вообще, потому что это тоже электронные вещи, и не только поэтому, а еще потому, что эта музыка будет в вашем уме во время медитации все время. Наша задача успокоить ум, и мы ни с кем не общаемся, но на занятии можно задавать вопросы, слушать занятия и что-то писать в чат или, может быть, даже голосом задавать вопросы. Обычно вопросы бывают по ходу медитации, по ходу практики, по ходу ретрита. Бывают вопросы разного плана, потому что ретрит — это штука, которой надо научиться, и это здорово. Здорово делать ретриты, здорово учиться ретритам. И потом, когда вы войдете во вкус, вы поймете, как это классно, вас уже будет не остановить. Жду вас на занятии. Успехов!